Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый раз, совершая священную литургию, молясь за этим величайшим богослужением Православной Церкви, мы с вами слышим Слово Божие. То Слово, которое звучит нам в евангельском чтении, и звучит постоянно, оно на каждой литургии. Господь обращается с повествованием, с назиданием, с вразумлением каждому молящемуся человеку. И то Слово, которое мы слышим с вами, это тоже величайший дар, который Господь даровал нам с вами. Свои святые, божественные, благодатные слова. В этих словах мы, братья и сестры, почерпаем с вами и укрепление нашей веры, и доброе назидание, и ответ на вопрос, как быть, как поступить, как жить, чтобы спасти душу свою. Мы получаем укрепление, утешение и Божье наставление. Каждый раз, когда мы с вами читаем Священное Писание, Ветхий Завет или это Новый Завет, когда мы читаем с вами Жития Святых, мы соприкасаемся с повествованием о чуде, о тех чудесах, которые происходили в древности, которые происходили при жизни Христа Спасителя, которые дальше проходили в Церкви Христовой, потому что Господь Духом Святым животворит в тело Своем, животворит в Церковь Божию. Эти чудеса совершались и совершаются на протяжении всей истории спасения рода человеческого. И наше время не является исключением. И мы знаем с вами на личном своем, пусть даже маленьком, в проходном опыте, что Господь силен сотворить и малое, и большое чудо. Бывают эти чудеса. Господь таким образом укрепляет прежде всего веру нашу. И вот сегодня мы слышали с вами чтение Евангелия, Слова Божьего о том, что за Господом после чудесного исцеления дочери Иаира следовали два слепца. Когда он выходил из города, они просили его Иисусе, сыне Давидов, помилуй нас. Господь пошел дальше, как будто не слышал и не видел этих людей. И они весь путь следовали за ним до следующего града и неустанно просили и умоляли его Иисусе, сыне Давидов, помилуй нас. И только Господь вошел в дом, они последовали за ним, и вот здесь наедине Господь уже общается с ними. Он говорит им, веруете ли вы, что я могу исцелить вас, что могу даровать вам зрение. И они говорят, да, Господи, подтверждают веру свою. Господь говорит, вот по вере вашей будет вам. Идите, будьте здравы. Но прошу вас об этом чуде далее, никому не разглашайте и не рассказывайте. И пишет Евангелие, что эти два слепца, в прошлом два слепца, уже будучи зрячими, увидев свет Божий, были в такой радости, что они забыли про это обещание, переступили порог дома, и всем в той стране, в районе этого града, рассказали об этом чуде. Они всем поведали о том, что сотворил с ними и Иисус, сын Давида, что сотворил с ними Господь. Казалось бы, это, наверное, обычное повествование для Евангелия, когда люди просят, Господь слышит их моление, исцеляет, и благодарят они Христа за это чудесное исцеление, за получение зрения. Обращает святитель Иоанн Златоуст, наше внимание с вами, на несколько моментов этого повествования. Наверное, удивляет то, что когда просили они еще в начале пути, Господь как бы не обращал внимания на моления этих двух людей. И вот пишет Иоанн Златоуст, он не тотчас совершил чудо, чтобы показать, что совершает чудеса Господь не для личной славы, не для личного честолюбия, не для угождения кому бы то ни было, а совершает чудеса, являя силу Божию и исцеляя прежде всего души человеческие. И вот Господь шел, за ним неустанно следовали эти два слепца. И вот придя уже в дом, Господь у них спрашивает, веруете ли вы, что я могу вас исцелить? Казалось бы, ну к чему такой вопрос? Они столько прошли, будучи слепы, они на шорох Христа, на его шаге откликались, следовали за ним. Конечно, ведал Господь сердцеведец и их веру, и их желание и стремление исцелиться. Но Иоанн Златуус продолжает далее, что показывает Господь этим вопросом, то, что только верой даруется человеку благодать. Она дается не просто как дар, не просто как подарок. Это Божий ответ на веру человека. И показывает нам этими словами Господь, что только по вере вашей да будет вам. И таким образом эти слова еще раз подчеркивают, что Господь не для личной славы, не для внешнего эффекта совершал эти чудеса. Он исцелил двух слепцов и вместе с тем они сначала просили, обращались к Нему и Иисусе с сыне Давидов, а потом отвечают, говорят, да, Господи, веруем. Их вера за это время также возросла и укрепилась. Они просили сначала Креста об исцелении, как пророка, потому что говорили и Иисусе с сыне Давидов, сын царя Давида, величайший из пророков, как бы исцели нас. А здесь, отвечая на вопрос о вере, уже чувствуя благодатное обращение Христа, говорят, да, Господи, веруем. И Господь отвечает, по вере вашей будете здравы и будете зрячими. Господь даровал это чудо, показывая, что чудеса творил Господь не ради своего личного прославления. Он прежде всего исцелял душу человеческую, в ней пробуждал веру, укреплял эту веру и, как следствие, здравия души и внутреннего устроения человека, даровал здравие уже и внешнее, здравие телесное. Это повествование обращает наше внимание и на то, каковы, наверное, причины или условия совершения настоящего чуда, которое бывает вообще в жизни. Где отличие чуда мнимого от чуда истинного? Где различие это искушение или это правда дыхание Божией благодати? И вот, святые отцы обращают наше внимание на то, что условием чуда является прежде всего острая нужда человека. И она бывает не только в горе, не только в болезни, она бывает иногда в особых прошениях, не связанных с болезнью, по тем или иным событиям нашей жизни. Эта нужда бывает у нас и в радости, когда вот сердце исполнено благодати и изливается эта радость на всех. Ей хочется поделиться. И тоже бывают чудесные моменты, когда Господь и в этом состоянии посещает нас. Важно то, что это бывает не в праздности. Не ради внешних только восторгов, охов и ахов, не для пустословий потом, тем более, не для лишнего хвастовства, что вот со мною такое ведь было, вы представляете. Нет, это чудо должно быть вызвано необходимостью душевного состояния человека. Второе условие это условие нашего личного смирения, сознания нашей беспомощности. Потому что там, где мы еще мыслим, что я могу, я сделаю, я хочу, я буду, а ты, Господи, лишь немножко помоги, в таком состоянии чудес не бывают. Иногда и мы говорим, что я выздоровею, я хочу выздороветь, или же иногда добавляем, Господи, дай доброе здравие. Вот в этом случае напрасно мы ропшим, когда говорим, что как бы молимся, а Господь как бы не слышит, как бы просим, а Господь как бы нас не исцеляет. Это наша беда, потому что мы в этом случае слишком самонадеянные. Вот пока есть эта самонадеянность, тогда и не действует благодать Христова. Но когда мы беспомощны, когда просим, Господи, только на Тебя наше упование, Господи, Ты видишь нашу немощь, нашу слабость, исцели, даруй, управи, помоги нам, тогда и является действие Божьей благодати. И последнее, это, наверное, важнейшее условие, это, конечно, милосердие Господнее. Мы читаем с вами постоянно в Священном Писании, что к людям, просящим, обращающимся, Господь милосердован. Умилосердившись, Он даровал исцеление, совершал чудеса, поддерживал людей. Таким образом, милосердие Божие всегда готово быть открытым навстречу человеку, всегда принять его, удержать, утешить. Были были соблюдены лишь первые два условия. Это сознание немощи нашей, недостоинства, несамонадеянности, негордости и было бы состояние острой необходимости. Не ради праздного интереса, не ради праздного, далее потом пустословия или хвастовства, но правда по-настоящему, потому что мы нуждаемся и в помощи, и в исцелении, и в действии Божьей благодати. Вот таково, братья и сестры, казалось бы, это обычное евангельское повествование. Двух слепцов исцелил Господь, но обращает наше внимание на важнейшие моменты. По вере вашей, да будет вам. И когда отвечают, да, Господи, веруем, совершилось чудо исцеления. Дай Боже, чтобы и в нашей жизни, когда есть необходимость, есть нужда, было бы так же вот это вопрошание и эти ответы двух слепцов. Господь как бы спрашивает, веруешь ли? Да, Господи, только Тебе верую и только на Тебя всю надежду и возлагаю. Тогда да будет по вере Твоей. Дай Боже, чтобы и моления наши исполнялись бы, и милосердие Божие почивало бы на нас. Самое главное, чтобы эти люди самые видели бы, их правильно оценивали бы, и за них Богу были бы благодарны. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.